Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как я делаю медовое мыло. Для этого нам потребуется немного белой основы, грамм 100 прозрачной основы, стаканчики, формочка для меда, сам мед, прополис. Прополис я купила в обычной аптеке, стоит около 60 рублей, ну и весы. Грамм 100 нам понадобится для этой формочки. Мелко нарезаем, чтобы основа быстрее растопилась. Кладем в стаканчик для дальнейшего растопливания микроволновой печи. То же самое повторяем с праздно-рачной мыльной основой. В медовое мыло я не кладу никаких дополнительных масел и отдушек, потому что у него свой природный аромат. Мед у меня натуральный, и в нем достаточно полезных веществ. Не надо никакими маслами добавлять. Но если вы хотите, вы можете добавить любые масла по своему желанию. Теперь отправляем в микроволновую печь. Вот наши основы уже растопились. Теперь мы подкрасим обе основы с помощью прополиса. Достаточно одной чайной ложки. Белую возьмем чуть-чуть меньше, но на глаз. Это будут у нас соты. И в прозрачную. Сразу закрываем, потому что настойка прополиса спиртовая, чтобы не выветрилась. Размешиваем. И заливаем формочку. Небольшой слой, 1-2 мм достаточно. И даем распределиться по всем сотам. Теперь оставим для высыхания. И займемся нашей прозрачной основой. Сбрызнем спиртом. И оставим. Да, забыла сказать, что спирт нам тоже пригодится. Для устранения пузырьков он используется. Аромат очень вкусный. Добавляем ложечку меда в уже подостывшую основу. И размешиваем для растворения, для однородной массы. Если добавить мед в очень горячую основу, то он потеряет все свои полезные свойства. Поэтому основа должна быть и не горячей, и не холодной. Чтобы ее можно было залить. Также основа не должна быть горячей, и для того, чтобы не растопить наши соты. Я трогаю, а уже застыла. Теперь мы сделаем насечки. Вообще-то я делала предыдущие мыла и не делала насечки. Тоже соты держались с прозрачной основой. Но в этот раз делаем. Без фанатизма, слегка надавливаем. Очень вкусно пахнет. Но еще горячевато. Сбрызнем спиртом пока. Это устранение пузырьков. Пусть чуть-чуть подостынет. Какая красота у нас получается. Формочку купила в маме мыло. Что-то около 80 рублей. И наливаем. Стараемся не лить в одну точку, чтобы не растопить все равно соты. Пузырьки у нас образуются, ничего страшного. Сейчас мы их с помощью спирта удалим. Вот собственно и все. Теперь оставляем наше мыло, чтобы оно застыло. Вот мыльце уже застыло. Можно доставать. Мне не нравится формочка пластиковая тем, что очень удобно доставать. Необходимо пропустить пузырек воздуха и нажать. Все, наше мыльце готово. Можно пользоваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...